Семь минут о жизни города. С вами Тимур Лаев. Здравствуйте. Ежемесячный доклад о рентабельности всех муниципальных предприятий, увеличение числа дворников, инвентаризация муниципального имущества. Эти и другие поручения на первом в новом году аппаратном совещании дал Борис Албегов руководителям структурных подразделений АМС. В ближайшее время будут определены первоочередные объекты, нуждающиеся в ночной подсветке. Установкой оборудования столичной власти предлагают заняться владельцу. Оплата за электроэнергию в этом случае ляжет на плечи администрации. По мнению Бориса Албегова, 50% внешнего облика города – это его чистота и освещенность в ночное время. Поэтому въезды во Владикавказ должны быть яркими и заметными для его гостей и жителей. Санитарное состояние улиц по-прежнему актуальная проблема. Руководитель администрации призвал усилить работу уборочных организаций по вывозу мусора и расчистке снега. В общем, на все вопросы нет. Нет, нет, не получится. Так я не хочу это слышать, поймите. Погрузчиками это не получится, это не рекорд. Я рекорды хочу. Я хочу рекорды. Я хочу рекорды. Это мне не надо рассказать, то, что вчера было. Не хочу это слышать вообще. Нам нужны рекорды. Побольше жителей, чтобы говорило, как хорошо стало, как чистят. На совещании говорили и об образовании. По мнению городского главы, углубленное изучение иностранных языков должно быть во всех школах. Это также поможет поднять престиж непопулярных школ. У нас же каждый ребенок, да? Все же одинаковые для нас. В одних школах есть углубленное изучение иностранных языков, в других нет. Почему? Вопрос. Проработайте вопрос о введении этой системы во всех школах, без исключения. До тех пор, пока будет существовать такая форма владеющей и невладеющей, у нас носители титульной нации, дети, хотят попасть в группу для невладеющих. Как это не бескорбно звучит? Можете представлять, да? То есть для невладеющих это значит люди, которые не в языковой среде и, скажем так, не осетины. Да, по-простому. У нас же происходит ситуация другая. У нас осетины стремятся уйти от группы владеющих, где осетинский язык изучают, во вневладеющие. Это вот для Владикавказа по большому счету проблема из проблем. Еще одной обсуждаемой темой на повестке дня стало ограничение движения трамвайных путей по проспекту Куста от улиц Генерала Плиева до улицы Калинина. На этом участке дороги администрация предлагает снять трамвайные пути. Однако столь важное решение, по мнению собравшихся, необходимо принимать с участием общественности. Борис Албегов поручил первому заместителю главы АМС Майорану Тамаеву создать экспертный совет и детально обсудить вопрос на Совете общественности города. За время новогодних каникул было дано несколько благотворительных представлений в театрах города. Так называемая елка мэра собрала детей из социально незащищенных и многодетных семей. Всего около полутора тысяч детишек посетили спектакли и получили сладкие подарки. А открылись праздники спектаклем «Морозка» в театре Шаби. На сцене для них развернулось веселое представление. Сказка «Морозка» особо любима публикой всех возрастов – режиссер Эрмик Бабаянц. В рамке елки мэра благотворительные спектакли прошли еще в русском и музыкальном театрах. Не остались без внимания и дети из детских домов. Накануне сотрудники администрации провели для них выездные представления и преподнесли подарки. Это традиционное мероприятие, называется елка мэра. И этим мероприятием мы открываем серию благотворительных вечеров для ребят из социально защищенных и многодетных семей. Нашей эксплуатации от ГИДО и Министерства Сан-Павли. Мы, скажем так, заканчиваем несколько театральных представлений в Минске театрах нашего города. И туда попадают дети, которые не могут себе, скажем так, позволить. Это в обычной жизни. И плюс ко всему мы еще делаем подарки от главы Министерства Сан-Павли. Мы заранее договариваемся с театрами о предоставлении нам полностью представлений, которые мы, так сказать, выкупаем. И раздаем вообще абсолютно бесплатно детям из многодетных социально защищенных семей и инвалидов. Министерства Сан-Павли Министерства Сан-Павли Наши 7 минуты стекли. Смотрите на завтра в 7.07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей.